Теперь мы поговорим о двухмерном движении, но немножко другом. У вас... Раньше у нас машина падала откуда-то или что-нибудь там падала, двигаясь. А теперь у нас... Ну, представь... Самый простой пример это вы стреляете из пушки под каким-то углом. Вот у вас здесь стоит пушка, и она стреляет под каким-то углом, да? Угол этот я обозначил буквой альфа, но он может быть 30 градусов. Альфа равно 30 градусов, например, да? И с какой-то начальной скоростью. Заметьте, что здесь начальная скорость v нулевое, без x и без y, да? Это просто начальная формула вот в этом направлении. Это направление какое-то между x и y, да? Вам дана какая-то начальная скорость. Ну и в задаче, например, может спрашиваться, как высоко подлетит предмет и как далеко он улетит. Да? Казалось бы, очень сложно найти, если вам дано альфа 30 градусов, а v начальная 10 метров в секунду. Казалось бы, ну практически ничего вам не дано. Как можно найти, как высоко подлетит предмет, как можно найти, как далеко он улетит. Но давайте попробуем записать движение для нашей частички. Для нашего ядра, там, не важно. Начнем с того, что нам нужно понять, чему равна скорость по оси x и скорость по оси y. Для этого мы спроецируем нашу скорость нулевую на ось x. Это будет v нулевое x. И спроецируем нашу скорость нулевую на ось y. Вот это будет v нулевое y. Да? То есть, теперь вопрос, как это делается? Вы помните правило синусов-косинусов? v нулевое y равно v нулевое умножить на синус альфа. А v нулевое x равно v нулевое умножить на косинус альфа. Так вы можете найти, и я сейчас не буду вставлять там всякий квадратный корень из двух, одна вторая и так далее, а я оставлю их так. Да, у меня они будут буквами записаны, вот таким образом. Но вы понимаете, что вы вставите сюда, например, 10. Сюда синус альфа, синус 30, это одна вторая. Ну и у вас получится, например, 5 метров в секунду. Да, здесь вы вставите тоже 10, здесь корень из трех на два. Ну и у вас примерно получится побольше, чем 5 метров в секунду. Корень из трех это 1,4, ну, наверное, побольше, да? Ну, там, я не знаю. Допустим, я не скажу сейчас в уме, но пускай будет там 7 метров в секунду. Да, он точно будет больше 5. Самое главное, заметьте, что складывая эти два числа, у вас 10 не получается. Потому что складываясь, получится 10 только когда вы считаете по теореме Пифагора. Да, там в квадрат нужно возводить все такое. Сейчас я сотру эти величины, просто чтобы мы пользовались буквами, а не цифрами. Буквы, они более общие, поэтому ими удобнее пользоваться. Мы нашли V0, Y и V0, X. Тогда давайте запишем общую формулу для Y и общую формулу для X. Значит, по X нам проще все записать. Какая будет формула для X? X от T равен... Начальная позиция, вот она, равна нулю. Да, здесь у нас ноль координат, поэтому X нулевое будет равно нулю. Ноль плюс V нулевое X, это V нулевое умножить на косинус альфа. Да, это вот все. V нулевое X умножить на T. Плюс опять ускорения по оси X нету, поэтому я пишу ноль. Соответственно, моя формула для X, вот она, X от T, равно V нулевое умножить на косинус альфа умножить на T. Да, не сильно сложная формула. Давайте теперь запишем формулу для Y. На Y, как вы знаете, будет действовать ускорение. Да, и тут формула будет немножко посложнее. Давайте попробуем. Y от T равен Y нулевое начинается тоже здесь, вот здесь, на нуле. Теперь она не сверху падает, а снизу. Да, поэтому Y нулевое равен нулю. Плюс V нулевое Y, как мы знаем, вот из этой формулы, равно V нулевое умножить на синус альфа. Да, это V нулевое Y. Соответственно, нам нужно домножить его на T. Да, плюс, да, мы знаем, что ускорение на него будет действовать. А, T квадрат делить на 2, А, Y. Да, вместо ускорения А, Y мы поставим минус 10. Да, минус 10. Да, как всегда. Это же ускорение направлено вниз, ускорение свободного падения. Ну, поэтому мы и ставим сюда минус 10. Давайте посмотрим, какая формула тогда у нас получается. V нулевое синус альфа T. Синус альфа умноженный на T, да. Синус альфа это отдельно. Так. Минус 5T квадрат. Да, вот формула для Y. Хотя, казалось, что она сложная, но в целом она не такая уж и сложная. Она от предыдущих формул, от предыдущих задач не сильно отличается, да. Здесь нету Y нулевого, зато есть начальная скорость по оси Y. А минус 5T осталось точно так же из прошлых задач, как всегда, но остается, потому что у нас ускорение свободного падения, оно всегда одно и то же. Земля всех притягивает одинаково. Да, и вот у нас есть две формулы. Которыми мы можем описывать движения. В следующем видео посмотрим, как с помощью этих двух формул мы можем найти, как высоко и как далеко объект полетит.